Доброе утро! Доброе утро! В этот раз мы ездили, потому что у меня ребенок загадал желание на день рождения, что он хочет отпраздновать его на гондоле в Венеции, и все было для него. Вау, какая классная история! Вы впервые были в Венеции или впервые с детками в Венеции? Нет, я не впервые была в Венеции. Мне кажется, в этом романтичном городе нужно обывать часто. Это была моя третья поездка, но с детьми первая. И они, конечно, остались в огромном впечатлении, потому что для них воспринимается все, как нам в детстве. Деревья оказались выше, все оказалось более масштабное, и им это действительно было очень необходимо, я считаю. Ох, ну а какие вот чаще всего ваши дети задавали вам вопросы про Венецию? Какие самые нестандартные? На самом деле, благодаря тому, что сейчас есть такое количество передач о путешествиях, а у меня дети, особенно старший вот ребенок, он просто фанат Ютуба, да, передачи о путешествиях, и он скорее нам рассказывал, чем мы ему. То есть он знал даже такие подробности, которые там я не знала, да, и вот он часто рассказывает очень много, вот почему он хочет вот это блюдо, например, попробовать. Мне кажется, сейчас действительно дети более быстро схватывают информацию, да, и они абсолютно не похожи на нас в том возрасте, поэтому мне не нужно было ничего рассказывать, потому что они уже были очень подготовлены. Ух, но, возможно, вы порекомендуете именно для тех мам, которые нас сейчас смотрят, куда вот если они отправились в Венецию детками, вот, потому что столько там всего, но вот какой-то must-have, что вот обязательно нужно увидеть именно с детками. Мне кажется, самый большой must-have, которого нет нигде ни в одной стране мира, но разве что в отеле в Венеции в Лас-Вегасе, да, это покататься на гондоле. И когда ты берешь гондолу, и пусть это, да, это не дешево стоит, но это того стоит, ты берешь гондолу, и ты сразу же катаешься и видишь все самые красивые достопримечательности. А гондолеры, они уже подготовлены, и для тех, кто не знает, они рассказывают, что это, допустим, дом, где жил Казанова, а это там еще что-то. И ты вот проплывая буквально за час уже все знаешь, и у тебя уже есть картинка, поэтому самое главное, мне кажется, это вот действительно взять такую поездку. А дальше я бы советовала вообще покататься на всех видах транспорта, которые там есть, походить, конечно же, по площади Сан-Марко, да, впечатлиться, я не знаю, покормить голубей, возможно, да, ну и вкусно поесть. Потому что итальянская еда для меня, наверное, одна из самых любимых в мире. Ох, ну вот поговорили чуть о Венеции, про итальянскую еду, но и Италия, это также еще и мода, и стиль. Как одеваются венецианки, вот что они носят, ходят ли они на каблуках? Ну, в Венеции вообще очень мало живет, на самом деле, молодежи и вообще людей, да, и в основном этот город, это город, как, я не знаю, музей, это очень туристический город, да, там настоящих итальянцев очень-очень мало. Они все уезжают в пригород Венеции, да, они едут в Тревиза, они едут в другие города, да, которые не такие туристические. Ну, они ездят в Венецию, допустим, на работу, да, но живут они там. Во-первых, это очень дорого, да, во-вторых, это неудобно по многим причинам. Вот. Итальянцы сами по себе, это, естественно, наверное, ну, если не самые стильные, ну, для меня, может, и самые стильные, да, потому что у них чувство прекрасного, чувство стиля, чувство вкуса, оно врожденное. С пеленок. Это то, что действительно они нужны, мне кажется, сильно прививать, да, это врожденное. Просто сейчас, естественно, уже везде в мире, как бы, и люди, которые увлекаются модой, они могут не только повторить, да, но привнести что-то свое в моду, свой какой-то стиль. Допустим, в Киеве я считаю не менее стильной девушкой, чем итальянки, да, но в то же время итальянок все это идет очень небрежно, очень искренне, очень от души, очень ненавязчиво, чего не хватает нам. Мне кажется, вот это вот на данный момент, наверное, самое главное, да, то, что не хватает нам немножко не быть такими продуманными, да, все-таки позволить себе вот от души что-то выбирать. Ну и так как итальянки носят аксессуары, как они носят массивные украшения, массивные серьги, колье, множество браслетов, мы так не умеем. Это правда, мы так не умеем. Но можно учиться, можно смотреть, можно смотреть интернет, можно смотреть прессы, журналы, показы. Если задаться такой целью, без проблем можно научиться, да. Возможно, что-то приобрели из себя в Венеции, в Шоперсе. В Венеции мы до этого были в Милане, потому что мы передали Милан, и поэтому все какие-то покупки мы делали там. Потому что это город, конечно, в котором, ну, ты не можешь уехать вообще без покупки. Какую-нибудь покупку ты должен сделать, да. Для меня это, естественно, так как я занимаюсь одеждой, да, для меня это прям вообще удовольствие походить по магазинам, посмотреть, что есть вообще, что сейчас вот на витринах, что модно. И вот на данный момент все витрины, мне кажется, в стиле 90-х годов, в стиле коллекции Versace, то есть возвращаются как бы объемные плечи, это если пиджаки, значит, это с широкими плечами, да, это возвращаются в моду широкие пояса, пайетки, узко приталенно, очень сексуально, да. Но в то же время мы не можем забывать, что в моде тот же боха стиль. Сейчас в моде намешано столько всего, что ты обязательно можешь что-то выбрать для себя. Самое главное при этом все в миксе, да, потому что мы не только в моде, но вообще в принципе мы очень сильно засоряемся соцсетями, тем, что мы постоянно получаем информацию, как бы, да, мы не успеваем ее анализировать. Мы просто ее получаем, да, мы даже ее очень часто вообще не применяем абсолютно никак, но мы уже как бы загрязнены, скажем так. Поэтому здесь важно вот вернуться к своим истокам, как я это называю, да, понять, какая ты на самом деле. Сексуальная ты или романтичная ты, нежная ты или более там целеустремленная ты, да. Вот когда ты знаешь, какая ты, и ты тогда в моде вот ищешь то, что тебе необходимо. Ты берешь то, что ты видишь, то, что тебе подходит и ложится. Будет абсолютно неуместно выглядеть, если, допустим, девушка с каким-то очень сильным характером и стержнем, да, будет бесконечно одеваться в розовое рюше, потому что это, например, модно, да. Это будет ей не идти. Так же, как никто не будет краситься в блондинку, если ему очень идет жгучая брюнетка. Нужно быть все-таки более избирательной, да, и анализировать. Вот что мне нравится в моде на данный момент, вот это, что трендов слишком много и уже за ними так уже мир не бежит, да, потому что все уже успокоились, уже насытились. То есть мы, то есть если раньше, еще пару лет назад, мы брали какой-то тренд, и вот, например, там модно было плиссе, да, несколько лет назад прям пик был, да, вот выйти на улицу, ты видел просто... И много девушек плиссерованных югой. Все плиссе были, да, как бы одеты. И вот идет тебе, не идет тебе, как это выглядит, но ты вот был так. Или вот вышло в моду, допустим, там голубые волосы, да, какие-то вплетения, да. Вот молодежь вся прям вот голубые волосы, значит, как бы уже получается, что у тебя нет твоей изюминки, да, а ты уже все-таки как все. И когда мы, девушки, за несколько лет очень сильно насытились всем этим, и мы понимаем, что мы не хотим быть как все, мы хотим быть индивидуальными. И начали прислушиваться себя, начали развиваться, уметь себя слушать. И сейчас, мне кажется, уже ты не увидишь такого вот повтора. Если это особенно, мы говорим о девушках, которые действительно модные, они наоборот хотят не быть как все, не быть похожими. Делаем небольшую рекламную паузу, уходим на минутку, далее будем говорить о все-таки, о трендах, все-таки чуть-чуть. Мы же должны понимать, куда нам двигаться и в какую сторону смотреть. Сеть агентств «Горящих путевок» представляет Все горячие предложения Египта на одном сайте Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас Консультации экспертов онлайн и по телефону Подробная, достоверная информация о курортах Египта в одном месте Мы 20 лет на рынке туристических услуг Поэтому партнеры дают нам лучшие цены Постоянные акции с горящими турами Большая сеть агентств Система рассрочки для наших клиентов Не знаешь, какой тур в Египет подходит тебе? Узнай у нас Мы снова вернулись до эфира Мы поговорили о путешествии Елены с детьми в Венецию Чуть-чуть начали говорить о нашей индивидуальности О том, что, возможно, не стоит уже следовать за трендами Так как мы это делали раньше и чуть-чуть затронули Милан Я вот хотела еще вас спросить Вот знаете, вы сказали, что нужно прислушиваться к себе Нужно чувствовать свою чувственность Но я, особенно когда я была в Виталии У меня розовые очки, релакс, пелена на глазах, сиеста И вот ты заходишь в магазин Тем более в Милане Как вот все-таки удержать себя от ненужных покупок Потому что хочется идти вот так вот с картонными пакетами Ну вот такой эффект, да? Когда мы получаем прям вот Мы заходим в магазин и мы теряем голову Мы начинаем брать, брать, брать Это, конечно, в первую очередь ты получаешь не только вещи Ты получаешь эти эмоции Эмоции, да? Вот нереально классный эмоций И, в принципе, если тебе они нужны, да? Так и нужно делать А потом можно просто взять все, что ты взял И проанализировать, да? И посмотреть, что куда подходит Что с чем сочетается А вот если так правильно делать Мы перестаем уже потом, заходя в магазин, брать все Потому что мы понимаем, что эти вещи Они с друг другом могут вообще не сочетаться Они могут быть из разных абсолютно опер Или быть абсолютно одинаковыми Я помню, когда я с своей сестрой Мы ездили, тоже у нас был шопинг, да? И у нее был одно время прям спортивный стиль, как бы, да? И потом, когда пришли в гостиницу Пересмотрели, что она купила Она купила, наверное, четыре розовые спортивные кофточки Они все были розового цвета, да? Потому что в моде был, как бы, такой пастельный розовый Она купила, значит, все эти четыре кофточки Они были плюс-минус одинаковые, да? И там кучу лосин Все, в принципе, у нее другого не было То есть, с одной стороны, вроде все эти вещи нужны Но можно ограничиться было и двумя кофточками, да? Одно белое, одно, допустим, розовое, да? И лосины тоже взять разные Но ты или же начинаешь тебя разбрасывать вообще полностью, да? Или ты берешь одно и то же Такой есть еще вот момент, что действительно берешь одно и то же Потом говоришь, боже, у меня все вот одинаково, да? Вот как бы у меня в гардеробе все одинаково Очень часто я это слышу, там, например, от клиентов Боже, у меня столько розовых вещей Но я все равно возьму этот розовый комбинезон Ну, как бы, да? И потому что... А почему розовый, да? Потому что, например, в этом летом, да? В этой весной тренд, допустим, в нежно-таком холодном розовом цвете, да? И мы этот тренд видим еще в сочетании, например, с красным, да? Нам это нравится в сочетании с зеленым Мы это видим в интерьерах Мы это видим в журналах Мы это видим в интернете И потом на подсознании оно у нас настолько накапливается Что нам хочется именно вот такое сочетание Да, это красиво Но опять-таки в этом ходят все Розовый с красным Это действительно тренд этого лета И это очень модно Также лавандовый цвет Я очень люблю лавандовый оттенок, да? И этим летом именно модно А не прям насыщенная такая лаванда, да? А вот когда вот, допустим, белый, да? Немножко он такой молочный С таким лавандовым налетом получается То есть он такой очень-очень нежно-лавандовый цвет Опять-таки, вот если в прошлом году Был тренд определенно по белому В этом году белый, да? Как бы с таким нежно-лавандовым Он уже начинает конкурировать Потому что все уже насытились, да? Немножко опять-таки белым Но в этом году очень модно белые рубашки Допустим, даже в летних вариантах Это могут быть и зельна рубашки Это может быть вообще асимметрия Это может быть классическая рубашка Это может быть рубашка в буха стиле Но она белая Конечно, красиво, когда загрело тело, да? И белая рубашка Это всегда выигрышный вариант Ух, вот вы знаете, в вашем рассказе Я узнала себя Потому что, вы знаете, я захожу в магазин И вот у меня очень много вот нежно-лавандовых вещей Розового цвета достаточно много Я вот перестала понимать Вот что вот как бы вот модно Что вот даже вот в тренде И вот знаете, беру вещи, руки, не буду кубылять Буду я выглядеть стильно, не стильно И выбираю что-то более знакомое Потому что вот в этот цвет Плюс-минус, в этом стиле Мне я буду комфортно себя чувствовать Но все-таки, когда мы хотим разнообразить Вот совет от вас Как понять, что вот Все-таки вот возвращаемся мы к трендам Чтобы быть, знаете, вот прийти даже на какую-то вечеринку И понять, что вот даже вот все вот Как-то плюс-минус Одеваются классно, красиво Потому что каждый раз, когда попадаю куда-то в Киеве На какое-то мероприятие, думаю, боже Какие все классные, какие все красивые Какие все стильные И я тоже хочу выглядеть так классно и красиво Ну, у меня такая же история Когда я прихожу, я думаю, боже, почему все такие стройные Почему все такие, да, подтянутые И мне тоже хочется сразу заниматься спортом В плане моды, да, на данный момент Лето 2018 Я бы выделила такие вот моменты Первый, это, конечно же, асимметрия Если говорить о разрезах Вырезах, да, это могут быть голые плечи Это может быть одно обнаженное плечо Это может быть вырез на спине интересный То есть как бы асимметрия Это может быть вырез юбка, допустим Да, она может быть там с каким-то разрезом Один, два То есть на один рука в платье То есть как бы вот все, что вот асимметрично На данный момент это действительно очень модно и актуально Вторая вещь, это комбинезон 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 абсолютно разного стиля Это может быть буха комбинезон Как здесь мы видим, да, в буха стиле комбинезон То есть он даже смотрится как платье, да На самом деле это комбинезон Или это может быть лаконичность и вот минимализм То есть опять-таки это модно, да И лаконичный минимализм То есть если мы возьмем, допустим, вечерний вариант комбинезона Лучше мы его выберем именно лаконичным, допустим Тем же нежно-лавандовым, да Или, допустим, нежно-розовым цветом, да Но оно должно быть достаточно строго Тогда вот этот цвет розовый Он не будет смотреться совсем вот так вот воздушно По-безешному, да, как безе такой вот ты будешь, да И тебе не будет много А будет очень лаконично, скромно смотреться Здесь мы видим клетку Клетку Это платье в клетку То есть модная опять-таки клетка и полоска в разнообразных вариантах Если в прошлом сезоне мы наблюдали морскую полоску везде Она была только разной, не знаю, разной толщины, наверное, да На данный момент в этом году полоска, она не сильно яркая То есть это полоска, вот как бы, допустим, голубо-белая, черно-белая Да, но она мелкая полоска То есть нет вот таких вот крупных полосок Шорт с высокой талией, юбки с высокой талией, брюки с высокой талией Вообще высокая талия подчеркнута поясом с пряжкой Или подчеркнута яркими выделенными массивными пуговицами А еще если их много Это определенно тренд этого лет Это подойдет, вот такие вот шорты, образ подойдет для вечеринки Там, не знаю, на морскую тематику или на яхте, например Если повезло, да, покататься И также подойдет к городскому стилю определенно Здесь это мы видим вариант, вот как футболка То есть это у меня здесь это футболка-платье То есть внизу мы еще пришили кружево Там на другой фотографии есть Сейчас я попробую, вот мы видим Ну вообще, да, вот здесь вот видно немножко, что внизу пришли кружево То есть это как футболка-платье, это спасение для этого лета Потому что очень жарко, хочется быть модной, да Но надоело обычные белые футболки, которые мы, опять-таки, в прошлом году Был бы прям супер тренд, заносили только белые футболки В этом году уже хочется футболку, вот, чтобы она была немножко не похожа То есть или какая-то с точкой, или какой-то вырез, или другой рукав То есть футболки остаются, потому что это неизбежный момент лета, конечно И это круто смотрится с высокой талией, опять-таки, да Просто меняется немножко форма Опять-таки, если будет асимметрия, то тоже будет стильно Если говорить о соломе, да, солома была в прошлом году модна И в этом году она тоже перешла, и она очень-очень модный вариант Это может быть соломенная шляпка, это могут быть очень красиво Когда соломенная, например, шляпка или сумочка, да Или даже вот в обуви есть какой-то соломенный эффект, да Или плетеная обувь Это всегда красиво, это модно каждое лето, да В этом году это очень модно сочетать с яркими платками Если на соломенной сумке завязать яркий платок Это будет еще более стильно, чем просто соломенная сумка Вот здесь на фотографии мы видим вот такие белые футуристические очки Это прям тренд, вообще самый-самый тренд этого лета Потому что они есть вот именно как бы в оригинале, да Они есть в красном, в белом и в черном свете Сейчас они уже есть в разнообразных цветах, да Но они однозначно добавляют твоему образу именно вот этой трендовости, да Не факт, что эти очки будут модны в следующем сезоне, да Но этим летом это, наверное, изюминка любого образа Ой, ну я уже мысленно перебрала свой гардероб Думаю, наши зрительницы тоже И я вот поняла, что нужно доставать ту свою соломенную сумочку Которая у меня уже лежит, наверное, ну добрых, наверное, лет 7-8 Вот даже именно столько кажется Это классика, это классика Если на нее, допустим, да, платочки завязать красивые Или еще ее как-нибудь декорировать, она уже, это будет новая жизнь Ой, как класс, да Действительно, такой вот аксессуар, такие вот, знаете, советы от вас Что вот можно что-то добавить, что-то обновить Даже та вещь, которая уже достаточно, вот, есть у нее свой возраст Но добавить, что-то обновить и снова быть в тренде Лето, вот жарко, в студии жарко В Киеве все изнуряются из жары Будете ли куда-то вы уезжать на ваш отпуск, поедете ли на море? Что-то планируете? Да, на самом деле, конечно, планирую У меня просто у старшего ребенка школа Еще он в июне месяце учится в школе Поэтому наше лето начнется в июле Мы же его не оставим одного в городе В Киеве? Да, поэтому у нас немножко сдвигается В этом году, я думаю, тоже мы пойдем на море Мне нравится, вот именно для полного, наверное, такого релакса Это все-таки с детьми ездить в Турцию Как бы это не банально ни звучало Но это действительно вариант, когда ты полностью можешь отдохнуть и расслабиться Потому что если ты едешь куда-то в Европу Или в какую-то страну, где подальше Ты все время сконцентрирован на том, чтобы ребенка как-то увлечь Или смотреть за ним Или как-то вот, чтобы это было интересно Потому что иногда бывает так, что очень классно Ты снимаешь апартаменты, допустим, в Испании Ну, ты день сурка То есть, по сути, это как в Киеве, да То есть, опять-таки, приходится делать все то же самое, что дома И, ну, просто у тебя есть море, и ты туда ходишь, да Вариант, почему мне нравятся вот как бы отели Ну, тоже спать тоже есть, да, как бы больше отельного такого варианта Что ты абсолютно, тебе не нужно ни о чем думать Вот ты проснулся, пошел там в бассейн, море Есть игровые, есть классные аниматоры, да И может отдохнуть не только ребенок, но и мама Поэтому, мне кажется, особенно для многодетных мам, как я Все-таки лучше выбирать отели all-inclusion Ну, возможно, у вас есть какой-то любимый отель в Турции, в котором вы были Который можете порекомендовать от себя Я вот, честно говоря, постоянно не помню название, но да Мне нравится этот отель в Фетхе находится Я вот только недавно запомнила, как называется этот регион Турции Чем он классный, интересный для мам Там есть несколько отелей, которые действительно очень хорошие В принципе, все они хорошего уровня Тем, что вокруг горы и моря, и нет вот этой вот влажности Почему вот я раньше, например, не любила в Турции ездить отдыхать Я не понимала, почему люди туда ездят, да Потому что, когда я попала, я попала вот именно вот влажность Была нереально важная влажность Я даже не могла вот днем, не то что днем, утром даже выйти То есть у меня было настолько влажно Я готова была сидеть в номере, сидеть под кондиционером Я готова была только вот возле бассейна вот сидеть Вот там, где у меня была зона, где нежатка И я не понимала, как можно отдохнуть При том, что у тебя действительно, как говорят, плавится мозг просто И вот буквально в прошлом году меня уговорили поехать в Фетхи Сказали, что там абсолютно не так А я думаю, ну, проверю И действительно там абсолютно не так Действительно там шикарная погода Там нет влажности Там очень приятно Там вечером даже прохладно То есть как бы есть легкий ветерок И идеальные условия для того, чтобы отдохнуть Оздоровиться, да, то есть набраться сил Для того, чтобы в Новый год То есть лучше, наверное, даже взять август Потому что как раз ты приезжаешь и такой вот полный сил И попадаешь в учебный год В рабочий год Елена, спасибо большое, что были сегодня у нас на эфире Что пришли к нам в гости Поговорили, вот мы, как обычно, вот знаете, девочки Собираются поговорить Начали заодно про Венец, про Италию, про шопинг Закончили все-таки классным отдыхом в Турции Желаем вам классного лета Спасибо Чтобы вы отлично отдохнули с детками, с вашей семьей И ждем вас, конечно же, еще в гости у нас на эфире Спасибо вам огромное за приятную беседу Get up Get up Субтитры подогнал «Симон»